Виктор Вахарловский. Это имя с золотыми буквами на гранитной плите выводят школьники. Обновили надпись на могиле и убрали вокруг. В 1944-м Вахарловский освобождал рыбницу от фашистов. Наводил понтонную переправу на Днестре, чтобы перебросить военные силы и технику на другой берег. А звание Героя Советского Союза он получил при форсировании Дуная. Больше всего меня удивило то, что он под пулями смог 11 раз переправиться через реку Дунай и перевезти раненых солдат, боеприпасы, технику. Он был очень смелым и храбрым. За этот подвиг ему присвоили звание Героя Советского Союза. После победы Вахарловский остался жить в рыбнице. В шестой школе учился афганец Петр Грицишин и защитник Приднестровья Иван Лебединский. Добровольцы каждый год ухаживают и за их могилами. У них, к сожалению, в живых никого не осталось, поэтому уже несколько лет мы ухаживаем за их могилами. И я считаю, что это просто наш долг и необходимо почтить их, поскольку благодаря им мы сейчас, можно сказать, живем под мирным небом. Ребята возложили цветы на могилы всех героев. Каждый год в шестой школе проводят линейки и классные часы, посвященные их подвигам.